Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге и Свердловской области. Роман Сухих, Саш Цариков. Всех приветствуем. Ну и как и обещали, наш специальный гость. Да, заместитель министра культуры Свердловской области. Голос парада Победы в Екатеринбурге. Роман Дороги. На связи наш специальный гость, которому так долго. Да, Роман, доброе утро, здрасте. Уважаемые друзья, у меня еще голос не проснулся, и вы сразу первые мне позвонили. А вы уже так красиво говорите. Ну я успел встать в кровати. Здравствуйте, товарищи. Спасибо, Роман Валерьевич. Прямо великолепно звучит. Даже если кто-то спал сейчас из слушателя, мне кажется, он проснулся быстро. Мои домашние привыкли. Мне кажется, соседи скоро будут квартиры продавать, потому что иногда же я репетирую дома. А, кстати, вообще сколько занимает время репетиция к выступлению на Параде Победы? Сколько вы по времени эти тексты читаете, перечитываете, произносите? Ну, примерно с середины апреля начинается история с текстом. Текст всегда готовит командование Центрального военного округа. И надо сказать, что офицеры, которые на меня выходят, они тоже меняются. Ну, это военно-политическое управление. И для многих парад первый. То есть они переживают, они не понимают, где надо, значит, паузу выдержать. Потому что сам по себе парад, это же церемония, которая шаг лево, шаг право, расстрел. Соростного флага, объезд войск. И я ребятам, молодым лейтенантам, как правило, капитанам подсказываю, как что и зачем идет. Как правило, ну вот с середины апреля. Поэтому я всегда в предвкушении того, что на меня выходит командование. И потом мы начинаем вычитывать текст. А из чего состоит текст? То есть какие там блоки и в каком порядке располагаются? Какая там логика вообще? Наш парад уникален в том, что у нас парад начинается за 15, наверное. По большому счету минут где-то в 9, в 45. Потому что прибывают ветераны Великой Отечественной войны. Иногда это идет в эфире, иногда это не идет в эфире. Это все зависит от телевизионной кампании, которая освещает парад. И прибывают ветераны Великой Отечественной войны. Потом они растаживаются. Оркестр играет в День Победы. Волонтеры помогают им занять свои места. Евгений Владимирович, губерантор Сыровской области, говорит свою речь. Она всегда продепетирована им. Потому что именно по окончанию ее речи звучат куранты. Куранты. Прямо видно, что 10, значит, 0, 0. Причем звук у них, как в Москве. Не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то есть тайны по этому поводу. И после этого выносится государственный флаг Российской Федерации. Знамя Победы. Два главных символа Великой Победы. Церемония вот эта идет 3 минуты 45 секунд примерно. И я довольно медленно читаю про то, что происходит. Вот скажу по секрету, что текст, который я читаю, как правило, дополняю я сам. Потому что иногда я рассказываю о том, где хранится оригинал Знамени Победы. Ну и, конечно, я рассказываю о том, у кого в руках флаг, кто ассистирует, у кого Знамя Победы. И вот эта вот церемония, она, ну, мне так кажется, что всегда одинаковая. Что в Москве, что у нас, что в других городах нашей великой страны. Потом командующий выезжает, выезжает парадный расчет, приветствует всех, поднимается, говорит речь, минуты молчания, конечно, всегда в память павших. И потом проходят уже люди в коробках, так называемых. Конечно, я имею в виду парадные расчеты. А вот как вы, в какой логике выстраивается как раз-таки появление разных видов войск? Там, насколько я понимаю, там и полицейские тоже проходят. То есть там сначала молодые, потом взрослые идут? Или сначала какие, потом какие? Да, сначала именно наоборот. Вот я не знаю, в какой логике. Я предполагаю, что это связано с тем, какие войска у нас есть. Ну, потому что у нас же нет подводников, насколько мне известно. Хотя, может быть, это государственная тайна. Ну, вы сети, возможно, есть. Возможно. Тайные войска. Сначала выносят государственный флаг. Потом три, насколько мне известно, рода войск. Потом, значит, такие наши замечательные, как Севажская бригада. Выходит радиационной, химической, биологической защиты. Потом уже ведомственные истории. И, конечно, разумеется, я не все из армии назвал. Просто у меня при глазах нет текста. Потом проходят силовые ведомства, как ГУФСИН, как МЧС, институт МЧС. Уральский юридический институт проходит. И потом вот так называемые помоложе, самые молодые участники парада. Это кадеты, это юная армия, это суворовцы. В этом году, кстати, очень много молодежи. Я в ночи путался в них и не понимал, кто идет, потому что я не отображаю, не видно, кто... У нас поменялась подсветка в администрации города, поэтому там не видно. Ночью очень красивое здание, но не видно людей. Притемнили нашу ратушу. Да, да, да. Ну, вчера мы прорепетировали. Знаете, я так боялся, что репетиция со звуком была вчера первая, потому что четвертого отменили из-за снега. И вчера, конечно, был большой шанс, как бы сказать... Тоже дождь. Да, 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 что-то сделать не так. Но все прошло практически идеально. А вот хочется спросить, Роман Валерьевич, а как вы ритма придерживаетесь? У вас там метроном стоит, к которому вы прислушиваетесь? Или просто внутренний талант, вот такой внутренний метроном вам позволяет из ритма не выбиваться? А это уже вопрос опыта, потому что парад, который я проводил в первом году, в восемнадцатом году, он был в два раза больше текста, и я не успевал. То есть, говоришь, 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 дыхание кончается, еще и перескакиваешь, то есть, логично пытаешься закончить мысль, а тут уже и следующая идет коробка, так называемая. Это уже опыт. То есть, я примерно понимаю, сколько предложений, ну, даже по шрифту хватит на ту или иную коробку. Если написано, что два расчета, я могу дополнить спокойно. Ну, видимо, я считаю, что весьма спокойно, и даже для того момента, когда ребята идут быстро, мне все понятно. Но, во всяком случае, когда я читаю вслух, я думаю, я иногда записываю себе на диктофон, понятно ли я объяснил для слушателя, для телевизионного зрителя, для человека, который находится на параде. Потому что задача ведь не перетянуть на себя одеяло, не купаться в собственном голосе, демонстрируя всем какой-то молодец, а задача как бы рассказать, ну, не знаю, ребенку, или, например, человеку, который приехал в гости в Россию, что происходит, что он видит спокойно, чтобы его картинка, которую он видит, и голос, который он слышит, как-то, ну, имело такой логический окрас. Так, хорошо. А, в принципе, вообще, любую можно вот таким вот образом... Любой текст. Любой текст таким образом, да, текст можно преобразить и сделать его более праздничным, более пафосным, более таким значимым? Ну, мне кажется, что, когда мы говорим о хлебе или о бабушкиных руках, мы говорим тепло и автоматически улыбаемся, если это не демонстрируем. Когда мы читаем стихи о войне, которые связаны с какими-то трагическими событиями, у нас автоматическая, генетическая память, что, разумеется, мы делали на вашем радио, и вызывают трепет, когда ты говоришь о том, что на площадь выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Понятно, что ты испытываешь чувство гордости, но если ты здоровый человек, любишь свою родину. Вот. И, конечно, мне не кажется, что любой текст, но мне иногда люди говорят, ну, ты же не так разговариваешь. Ну, вот вы сейчас как-то по-другому стали разговаривать, когда вот про знания стали говорить. Да, про флаг. Я говорю, я же не могу сказать. На площадь выносится государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. То есть для меня возможность продемонстрировать тембр своего голоса и опыт проведения парада заключается в том, что я испытываю сам невероятное чувство гордости. Например, фразу, которую я озвучиваю на параде, я говорю уже в течение репетиции, ну, раз двадцать. И мне ночью разбуди, я готов в таком темпе и ритме сказать. Ну, потому что, во-первых, я люблю свою родину, а во-вторых, совершенно очевидно, что ты должен сделать все возможное для того, чтобы парад запомнился тем, кто смотрит его первый раз. Потому что у меня есть история, я не знаю, есть... А давайте мы сейчас сделаем маленькую рекламную паузу и после этого к истории вот такой хэнк-клифф. А сейчас реклама. Реклама, да. Итак, друзья, 8 часов 16 минут у нас на связи Роман Валерьевич Дорохин, заместитель министра культуры Свердловской области. Голос парада победы в Екатеринбурге уже 7 лет. Уже 7 лет голос, который вы наверняка слышали. А это сначала голос, а потом уже вы стали заместителем министра. Вот вы договорились, так сказать, на парадах-то. По этому поводу было много юмора, много вопросов. Но на самом деле, ну это же хорошо, когда есть такие ассоциации. Да, да, конечно. Да, согласимся. Кстати, если вот говорить про парады. 7 лет ведете, наверняка какие-то ситуации возникали. Форс-мажор ты имеешь в виду? Форс-мажорные, да. Ну, вдруг, не знаю, плохо стало кому-то. Мы помним, что на одной из анаугураций президента одному из кремлевских курсантов стало нехорошо. Но тут ведь тоже все-таки люди живые, не роботы. Может, что-нибудь пойти не так. Ногу подвернул, не знаю, машина заглохла с арматой. Такое, помните, было на площади красной. Кольцо не раскрылось. Кольцо на Олимпиаде не раскрылось во время церемонии открытия праздничной. Это же стрессовая ситуация для вас. У вас было что-то подобное? И как справлялись? Ну, на самом деле, к счастью, не было прям что-то такого. Конечно, репетиция машины, я не знаю, как это технически рассказать можно, но встала машина, ее разобрали и отнесли. Ну, ретро, старая машина. Ну, да, но она какая-то такая военная. Оговорки были в первый парад. Я говорил текстом. Сегодня в парадном строю артиллеристы, железнодорожники, ракетники. Ну, конечно, они ракетчики, но никто это не заметил. Но, знаете, ракета в квартиру не попала, и слава богу. Ай, хорошо. Я в 10 раз извинялся перед ним. Да, да, такой стресс. Где-то они... Хотя мне кажется, что кроме меня никто и там пару человек не видел. И ракетников. Да, да, да. И как-то мы... Это была 73-я годовщина Великой Победы. И у меня было прямо циферкой написано 73, ну, 73, как мы пишем. И я говорю, командующий объезжает парадный расчет и поздравляет их 73-й годовщиной Великой Победы. То есть у меня мозг не смог прочитать это с буквами. Вот. Поэтому я всегда все прописываю сложные слова через тире или через пробил. Например, там, автомобиль с повышенной проходимостью. Ну, это, конечно, легкое. Но я прям проходимость пришел большими буквами, чтобы не сказать, знаете, на автомате повышенная комфортность. Как иногда... Бронетранспортер. Ну, вот такие вот слова, которые иногда... Многосоставы, но коренные. Да, да, да. Кстати, а вот не проще тогда, чтобы избежать таких историй, записывать все и запускать просто с пульта по кнопочке, чтобы... В студии, ты имеешь в виду? Ну, в студии записали, да, тут запустили. Нет, не проще, Роман Валерьевич? Может быть, и проще, но вопрос в том, что... Это же техника. Тут кофе пролили на клавиатуру. А здесь, значит, антивирус у кого-то сработал. А здесь еще что-то может произойти. Ну, я об этом несколько раз уже говорил. Может быть, когда-нибудь мы до этого дойдем. Я расскажу по секрету, что мы делаем некоторые дубли на всякий случай. Потому что я всегда боюсь, что что-то со мной произойдет. Но, к счастью, я жив и здоров. Ну, просто весьма ответственно относимся к своему делу. Ну, да, всегда хорошо. Например, вы знаете, я всегда военным говорю. У нас есть такие... Я сейчас перед собой открыл текст на компьютере. У нас тут, например, в тексте написано. В группе ветеранов Власов Николаевич Передонович, Кирмяков Владимир Степанович, Сметанин Валентин Михайлович. В этом году нашим героям исполняется 101 год. То есть ветераны будут присутствовать на мероприятии. И, конечно, у нас большая ответственность, чтобы они с утра чувствовали себя хорошо. Отволнение не стало плохо. Я всегда... То есть я очень надеюсь, что все будет именно так. Но иногда, знаете, и в 31 год в моем случае выходишь на улицу, и от волнения может голова закружиться. Поэтому есть такие тонкости, которые до последнего невозможно предугадать. Конечно, так и планируется. Но мало ли что может случиться. Поэтому записать это весьма странно было бы, чтобы не рисковать. Или, например, будет кто возглавлять парадный расчет, он поменяется. Вот вчера, например, я одного объявляю, а марширую другой. У нас замена была. А, Роман Валерьевич, а нет каких-то рекомендаций, например, ваш голос не используйте в рекламе, там, чего-нибудь коммерческого? Потому что уж больно он ассоциируется крепко с парадом победы. На самом деле, тут я включаю свои чудеса пародии. И, понятное дело, что у меня бывали предложения до того, когда я занимал государственную гражданскую должность, конечно, я озвучивал, чего я только не озвучивал. Да и сейчас такие предложения есть, но это, конечно, не коммерческие проекты, а, знаете, я с гордостью могу сказать, что я голос в госпитале ветеранов-воин. Мне позвонил Забродин Олег Валентинович и начальный госпиталя говорит, можешь нам озвучить автоответчик? Я говорю, да вообще без проблем. То есть, если кто-то подумает, что замминистра озвучил автоответчик, я вообще ничего не слежусь. Все, что связано с культурой. Я с удовольствием пою в караоке, но до репетиции парада я, конечно, этого не делаю, чтобы не сорвать голос. Вы нам за эфиром скажите, Роман Олегович, где петь будете 9 мая? Тоже хотим присоединиться. После парада вы. Как отходите? Я вам скажу. Хорошо. Вы будете петь военные песни. Все, договорились. Там, как говорится, отходняк, наверное, присутствует. Самый эмоциональный. Между прочим, мы тут анонсировали своим слушателям эксклюзив с вашим участием. Вы вот упомянули, что перед вами текст где-то есть. Но я думаю, что большую часть вы и по памяти бы могли воспроизвести. Вот у нас звукорежиссер подготовил такой метроном. Но это внутренний для нас он существует. Можно ли попросить вас фрагментарно, может быть, начало самая парада, вот озвучить буквально небольшим кусочком, чтобы людей заинтересовать. И они к нам непременно присоединились во время трансляции 9 мая. Начало парада? Да. Внимание! На площадь прибывают ветераны Великой Отечественной войны. Наша честь и гордость. Поддержим их аплодисментами. Колонну возглавляет председатель Совета Свердловской областной общественной организации, ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров, генерал-майор авиации в отставке Юрий Дмитриевич Судаков. Ну и там они выезжали, что под более быструю... Нет, но это вы в записи, это вы запись поставили. Так невозможно. Так невозможно классно говорить. Давайте вместо Юрия Дмитриевича хотя бы в репетицию поставим вас двоих. Цариков сухих. А можно поздравить с днем рождения? А у нас же вот есть такая история. Уже Аркадий Михайлович сегодня... У Чернецкого, да? День рождения. Нюшечка. С Нюшечкой. Да, давайте можно Аркадия Михайловича поздравим с днем рождения, уж если у нас такое замечательное собрание с вами случилось. Да, Аркадий Михайлович, у нас же заместитель председателя законодательного собрания сейчас, да? Ну да. Насколько я помню. Понимаете, это уважаемый человек, сейчас я подумаю, ну, главный метроном не ставьте. Все, не будем, не будем, не будем. Вот, внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите. Сегодня, 8 мая 2024 года, свой день рождения отмечает первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области, член комитета по промышленной инновационной политике и предпринимательству Чернецкий Аркадий Михайлович, с праздником! Ура! Прекрасно, спасибо большое. Да, 74 года сегодня Аркадий Михайлович, так что с днем рождения поздравляем. У Царькова скоро юбилей, вы, может, проведете праздник, договоримся. Слушайте, ну... И такой опыт был в моей жизни. С вами корпоратива. Чего я только не делал по молодости, да? Ну понятно. Слушайте, ну замечательно, конечно, звучите. А вот скажите, у вас родные и близкие как реагируют? Ведь явно голос этот звучит постоянно и по каким-то бытовым вопросам. Вздрагивают или уже перестали? Перестали. Они знают, что зачастую я мало разговариваю, несмотря на свои эмоции. Но недавно была Пасха, и когда я, значит, приехал к своим родителям и спел, значит, многое лето, по батареям, я не знаю, что за соседи постучали. Но, видимо, пугаются. Может быть, не верующие. Может быть, если это было так громко. Может, аплодисменты были такие? Они знают, что весьма с творческой личностью тяжело иногда уживаются. Вот. Поэтому родные и близкие иногда меняются. Вот и думайте, о чем я говорю. Эх, непросто вам, непросто. Роман, а расскажите нам, где вы технически вот находитесь во время парада? Видите ли вы вживую или все это через монитор? Или монитор, или сверху. Или вы вот там, где часы городской администрации, где-то там сидите сверху, чтобы все было видно? Вот я, кстати, мечтаю туда попасть. Александр Геннадьевич Высокинский предлагал туда в свое время на куранты просто ради экскурсии. Но я нахожусь напротив курантов. Можно сказать, где места, где сидят зрители. И в конце, вот если посмотреть на эту трибуну, синенькие места это обычно, то слева есть рубка в конце. Она такая неприметная. Там находится звукорежиссер парада, Виктор парада и тот офицер, который с ракцией на командовании, с командованием находится. И там у меня стоит микрофон на улице. Я всегда прошу для того, чтобы услышать только себя. И прошу организаторов в последние два ряда обтянуть ленточкой. Поэтому если кому-то не хватит места, можете смело жаловаться на меня. По причине того, что там иногда дети, там иногда взрослые, им, конечно, очень любопытно, что происходит. А, заглядывать, бегать. Ты отвлекаешься на них, да. Ну, как правило, я туда, если я знаю, что пойдут на парад люди, которых я знаю лично, я говорю, ребята, вы можете вот сюда сесть, не поворачиваться на меня, а смотреть парад и наслаждаться. Вот. Поэтому это прямо в рубке. Как буферная зона, там все видно. Есть ли осадки у вас, там зонтик, наверное, специальный человек держит, зам. 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 мэра? Она закрыта. Эта рубка такой пленочкой, как раз для таких случаев. Тут я на репетицию пришел, как раз пленочка была закрыта, и так жарко в этой рубке было. Вот. Поэтому, в принципе, дождя спасает. Парад же сам я не вижу, стоит рядом человек, который как бы смотрит вдаль на горизонт, в сторону 8 марта, и говорит там следующую библиокропу, следующее. Синхронизировать. Спасибо. Я физически. Спасибо вам огромное. Роман Дорохин, министр культуры Сыровской области. Голос Парада Победы в Екатеринбурге звучал в нашем эфире. С праздником Романа Дорохина мы поздравляем. Ну и всех-всех-всех нас слушать. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.